И вновь Маткульт, привет! С нами Никифор, привет! Сегодня у нас будет такое По многочисленным просьбам Эллиптические кривые и шифрования Вот так, вперед! Так, ну, значит, сначала мы поговорим просто в целом Ну, значит, сегодня будем разбирать алгоритм обмена ключами То есть, это такой алгоритм, когда у нас есть две стороны Да, есть какой-то канал незащищенный Они при нему передают информацию, да? Это видят все Это видят все Это интернет Ну, дефорно Опубликовал там Да, вот И они хотят договориться о чем-то одном То есть, хотят договориться о каком-то Ну, числе, допустим, К Которое будут знать только они Но вот по информации, которую они передали Восстановить он будет нельзя Так, то есть, давай попробуем вот Знаешь, так прямо с нуля Вот это на самом деле что происходит? Мы с тобой где-то, да? Да Вот можем о чем-то договориться А потом мы расстанемся? Нет, мы... Нет, мы наоборот Мы встретились Мы встретились И мы не знаем друг друга А Первый раз встретились И мы хотим установить защищенный канал То есть, так, чтобы договориться о каком-то ключе К То есть, число, да? Мы хотим... Вот мы встретились первый раз Мы друг друга не знаем И первый раз вообще общаемся Да Вот И мы хотим договориться о каком-то числе К Договориться о числе К Но так, чтобы те, кто видели канал Не знали, что это за число К, да? Угу Вот Я-то всегда думал, что вот мы должны В какой-то момент Мы получим какую-то информацию Я получил и должен тебе передать Это совершенно другой аспект Вот тут именно Это называется обмен ключами Ки-экс-чейндж по-английски И в чем суть? Если мы договоримся о каком-то ключе К То мы дальше можем использовать Все для симметричного шифрования Ну, дурацкий пример Например, шифр цезарь Мы договорились, на сколько буквы сдвигать И тогда мы... Ну, это идиотский пример В дальнейшем мы просто будем друг другу Передавать тем, что информация Да, то есть в дальнейшем Мы договоримся об этом ключе И будем использовать его Как симметричную схему А симметричная схема Это очень безопасно Очень прикольно Асимметричная? Нет, наоборот, симметричная Да, то есть Ну, как шифр цезарь Это же симметричная схема То есть тут один ключ есть По которому мы все знаем Сдвиг, насколько А, слово симметричное здесь Относится как бы к чему? Потому что есть один ключ Который шифрует и расшифровывает А, вот в этом смысле Да, то есть, чтобы расшифровать шифру цезарь Нужно сдвинуть все буквы на плюс к А, чтобы расшифровать на минус к Да Но ключ нужен один Ключ к Да Например Также, ну, есть симметричная схема аес Там просто 256-значное число в различной системе И То есть мы берем блок И делаем с ним какую-то манию Манию, да? А потом обратно Потом обратно То есть, да Это обратимое преобразование Ну, обратимое, но не зная к Но не обратимое То есть просто Мы хотим договориться об общем ключе Да, понятно Хорошо, давай Примерно, да Примерно понятно Но мы не знаем друг друга Мы как бы первый раз видимся И канала связи у нас нет То есть Все, что мы передаем здесь, видно То есть, в дальнейшем будем использовать Как традиционно, по-моему Это Алис Элис, Алиса Это Боб А это Ева То есть, Ева на канале Алиса и Боб Это две стороны, которые так все договорятся А Ева какую роль играет? Ну, перехватчик, конечно Перехватчик, все Пытается перехватить И решение Хорошо Вот, значит Ну, теперь схема Она общая, да Значит, что нам нужно? Нам нужна какая-то группа G Ну, группа с операцией Да Второй раз схема Нет, но можно не говорить Ну ладно, хорошо, да То есть У нас есть группа с операцией Желательно Алила Ну, мы будем писать как умножение Вот И две стороны сначала просто говорят Ну, пусть какая-то группа G Циклическая Пророжденная элементом G маленькая Вот Циклическая Ну, то есть это известно Об этом мы договорились Можно Да Например, можно первым сказать Давай использовать вот это В качестве параметра для обмена Ну, второй будет Ну, давай, ладно Вот, значит, вот здесь Алиса Давайте даже обмена Далее Алиса У нас, наверное, будет писать Слева у нас Алиса Справа Б Да Она задумывает какое-то число А целое Так И отправляет G в степени А Так Этот задумывает число Б целое А что он должен Он должен угадать А? Нет, он ничего не угадывает Он просто получает G в степени Так Элементы группы G большое Да, хорошо А этот отправляет G в степени Б Так Итак, вот Вот у нас есть Алиса G в степени Б Да Вот у нас есть Алиса Что она знает? Она знает число А и G в степени Б Но она может возвести G в степени Б В степень А И получить G в степени А в Б Да Аналогично Боб может получить G в степени А в Б Он может взять Ему передали G в степени А По открытому каналу Да Он возводит G в степени А в степени Б Получает G в степени А в Б Так И такой общим ключом объявляется G в степени А, B. Ага, сейчас! Давайте просто проиндустрируем, что у нас знают стороны. То есть, как бы слева знают А. То есть Алиса у нас знает что? Она знает, получается А, G в степени Б. Ну и значит, G в степени А, B знает. Ну и G в степени А она знает тоже. Ну G в степени А тоже. Она знает все параметры. Боб, аналогично, знает все, только B. Только B, да. А что знает Ева? Ж в степени А и Ж в степени Б. А Ж откуда она знает? Ж это общий элемент. А, это все знают? Это все знают. Ну и групп уже большой, естественно. Ааа, это знают вообще все? Да. У Алисы еще один дополнительный параметр, степень, в который она будет возводить. А у Боба свой параметр, степень, в который она будет возводить. Да, и они передают именно элемент группы в степени. Да. То есть перехватчик знает Ж, Ж в степени А, Ж в степени Б. И ему нужно в этой информации понять Ж в степени А. Вот. Ну то есть нетрудно понять, что, показать, что ему нужно знать одно из чисел А и В. Все-таки без этого да. Без этого как-то да, не получается. А, то есть стойкость этой, ну понятно, что обе стороны договорились об одном и том же числе. Это у нас получилось. И стойкость системы, то есть может ли человек, просущущий канал, получить Ж в степени А, Б. Но с другой стороны, ведь если это циклическая группа, то логарифм однозначно. Если это образующая. Ну циклическая, циклическая же может как-то задано быть, потому что мы можем не знать из-за морфизма его в З. То есть это Ж не обязательно образующий? Нет, Ж обязательно образующая. Это может быть группа какая-то страшная, группа точек на элитической корривоне. Ну это спорят. Да, нет, я к тому, что... То есть нам нужно... Она услышала Ж в степени А и знает Ж. Ну вот, то есть стойкость... А корректировать она просто не может быстро, да? Стойкость шифрования обеспечивается задачей дискретного логарифма. То есть данные Ж... Да, 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 естественно. И нужно получить Ж... Нужно найти такой Х, что Ж в степени А. Да, да, да. То есть вот. В этой самой группе. Стойкость обеспечивается дискретным логарифмированием. Да. Вот. И мы, собственно, поймем, значит, какие группы можно брать и какая будет стойкость, соответственно. Понятно. То есть на самом деле, конечно, она может это сделать, но время для этого будет... Ну нужно... Да, то есть если порядок группы, например, 2, 256, да? Ну да. Атом, например, такого порядка. Вот. Значит, давайте посмотрим. Сначала мы просто посмотрим на какие-то общие групповые алгоритмы. О частных не будет. Я просто не очень знаю, как для конкретных групп это устроено. И посмотрим на общие групповые алгоритмы, которые помогают как-то быстрее, чем за порядок групп это решать. Так, давайте обозначим… Ну если у нас порядок группы n, понятно, что за O от n мы как-то справимся. Это в смысле ты сейчас при от Евы, да? От Евы, да. А, ну перебор. Здесь понятно, что за O от n мы как-то справимся, да? Да. Перебор. Ну, просто переберем, да. Давайте рассмотрим случай, когда порядок группы, ну, допустим, ну, точнее, порядок группы любой, просто n, да, и мы хотим сделать это не за O большой, а за O большой, я напишу пример, но за O не за. То есть чуть-чуть побыстрее уже. Это все еще экспоненциально, да, потому что размер входных, ну, от размеров входных данных, да, но чуть получше. Значит, как мы это сделаем? Вот у нас есть g, да, давайте посчитаем числа g в нулевой, g в каты, g в степени 2k, ну, и так далее, g в степени, там, целая часть m делить на k, ну, как там, вниз. Так, вот. Пусть нас есть элемент h, который равен g в степени x, мы хотим найти это x. Давайте все эти числа сохраним в какой-то структуре данных удобной, ну, просто, чтобы от нее дребуться, понимать, есть ли число или нет. То есть просто работаем в циклической группе огромного размера, g образующей. То есть мы, по сути, взяли циклическую группу, образованную в же аркаде, да, и сохранили все эти элементы в множество. То есть какую-то структуру данных, которая умеет быстро говорить, есть ли в ней данные. Нет, тут же, если ты пишешь вот так, значит, n на хаде делится. Ну, да, 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 то есть это не совсем образующий. Да, это не этот самый. Не образующий, да. Просто. Взяли, да. И храним их в удобной структуре данных, чтобы можно было обращаться, смотреть, есть ли такой элемент или нет. Вот у нас есть элемент h, который g от x. g в степени. Давайте напишем h, hg, hg квадрат, hg в катанке. А-а-а! Понятно, что хотя бы один из них здесь есть. Да, конечно, ну да, естественно, есть, да. Вот. И значит, мы найдем и исполнить дискретный логарифм. Потому что если там h на g в степени i равно g в степени k на какое-то число n, да, то мы можем домножить на g в степени минусы справа, да, и получилось g в степени k минусы. И понятно, что при выборе k равным корню z, ну там, в минус, допустим, у нас это займет корень z операции. Да, видно. Корень z обращение к структуре данных из разряда есть ли данные n или нет. Поэтому ты написал обримерно, потому что это зависит от того, как они все понимают. Ну да, по крайней мере понятно, да. Ну понятно, да, что корень z, то есть это что-то уже получше к углу перебора, да. Да, 2 в степени 128. Ну допустим, да. Но на самом деле, ну это все равно много, но на самом деле мы чуть-чуть получше сейчас сделаем. Но я сейчас приколажу, что... Нет, но ты все еще в произвольной группе работаешь абсолютно. Пока что в произвольной, да. В произвольной циклической группе. Да, пусть порядок группы p в степени альфа. Так. И давайте научимся решать задачу, мы умеем решать задачу за o от p в степени альфа пополам. А давайте научимся решать ее за обримерно от корень zp. От. Ну, с точки зрения логарифмических факторов. То есть не будет на самом деле альфа пополам на p еще. Но это понятно, что альфа порядка логарифма, да. Ну да. То есть обримерно, я всегда, кстати, я всегда буду обозначать обримерно, как то, что если мы обрубаем какие-то логарифмические от размеров хагментарных факторов, то есть, ну, чтобы просто... Ну да, ну, как бы с точностью до логарифма. Да. Ну и как мы будем это делать, да? Вот. Ну пусть у нас g в степени х равно h, и мы хотим это найти. И пусть х равно, получается, лямбда 0 плюс p умножить на k. Давайте найдем лямбда 0. Что мы сделали? Мы возведем вот это равенство g в степени лямбда 0 плюс p на k. Равно h. Возведем степень p в степени альфа минус e. Да, понятно, этот самый логардж. Ну, да. Получим вот такую штуку. На самом деле мы можем вынести здесь степень, потому что... И получить вот так. h в степени p в степени альфа минус e. Вот. А что это такое? Так, всем видно сейчас. Сейчас, значит, ты вот h, да? Да. Вот g в степени х равно h, мы даем х, но лямбда 0 плюс p, но лямбда 0 это остаток отделения. Отделение на p, да. И сейчас мы его найдем. За кое риск p. Да. Значит, и так, g в степени... Мы возводим вот это равенство в степень p в степени альфа минус e. Вот это у нас уходит, потому что... А вот тут осталось g в степени лямбда. Понятно ли, почему это ушло? Потому что... Потому что... Потому что g в степени p в степени альфа равно единице. Потому что g это генератор. Соответственно, да. Вот порядок группы. Давайте еще раз перебешем. Чтобы было поведней чуть... Г степени альфа минус 1 в степени лямбда 0 равно h в степени альфа минус 1. Вот тут... А давайте теперь посмотрим на группу, порожденную в g в степени p в степени альфа минус 1. Альфа минус 1. Это... Ромб. Она имеет порядок... Ромб, да. Ромб, да. И нам, по сути, в этой группе уже нужно взять дискретную логарифм. Потому что вот у нас g в степени p в степени альфа минус 1. В какой-то степени нужно идти в эту степень и получить какой-то элемент. А, то есть здесь они оба лежат внутри этой группы. Да, внутри группы G порождённые элементы уже. То есть они лежат в P-группе, в P-группе мы это уже не... То есть, ещё раз, что мы сделали, мы за корень из P нашли лямбду 0. Лямбду 0, да. Вот. Да, нашли. Так. Ну, то есть мы воспользуемся уже прошлым знанием тем, что мы умеем в группе порядка P искать за корень из P. Нашли. Так, этот мел наверно полностью, да, оттелки? Да нет, нормально. Так, вот, значит. Ну, окей. Ну, давайте теперь просто по разрядам. Можно уже догадаться, что мы будем просто по разрядам. Если примерно понял, да. Значит, пусть мы выписали там первые N разрядов, да. Лямбда 0, плюс и так далее, плюс Лямбда N-1. Вот. P степени минус 1. Последний белый фломастер был длинный. Допустим. Плюс Лямбда N-P. Вертой и, ну то есть это все G с такой вот огромной степени, и плюс еще P вертой плюс 1 на какой-то K, равно H. Значит, что мы... А куда взялся P вертой плюс 1, если это все... А мы хотим лямбдн сейчас найти. Сейчас н же это порядок. Нет, н, н... А, ну это плохое обозначение. А, эль, да? Ну эль, да, допустим. Потому что я смотрю, тут у нас же был порядок группы, P в R. Да, 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 L, 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 L. То есть вот мы нашли L минус 1, вот эти первые L мы нашли, плюс 1, сейчас хотим найти L. Ну давайте сначала домножим все, получается, справа на вот эту, на G в этой степени. Получится G... То есть мы сведем? Нет, домножим справа все на G в этой степени. На G, да, да, да. А, да. G в минус этой степени только, да? Получится G в степени лямбда L. На P, L, L. А это мы уже все знаем. Это мы уже все знаем, да, да, да. Мы можем это сделать. Плюс P в степени L плюс 1 на K. А вновь это H' но я не буду это писать, но понятно, да? То есть H, L. Да, мы тоже знаем. Да, а теперь мы заведем это в степень P в степени... Возведем это в степень P в степени... Сейчас, или, ботари, H мы... H мы должны найти... H, нет, H нам известно, нам вот это нужно найти. А, вот это... Логарифм уже, да. Возведем это в степень P в степени L минус L минус 1. Да, это уже после того, как мы это все сделали. После того, как мы перешли к такому репсу. Кое-то H' новое, да, то есть домножение мы получили. Да, да, да. И что у нас, вот это снова... Да, вот это у нас... Ну, я сейчас поговорю про разведение в степень... Это умерло, а это легло в P-группу. Это легло в P-группу, да. Потому что случилось лямбда L на P в степени альфа минус 1 равно какое-то H' в степени P в степени A. И снова, как черный ящик, используем тот самый... То есть ты уголен из P, сделал логарифм раз и все. Ну, альфа раз, да. Вот, да, я забыл проговорить, значит, возведение в степень в нашей новой нотации, оно работает за оба метод единицы. Ну, то есть, очень долго логарифмических множеств. Почему? Потому что, если мы хотим взвести G в степень N, мы можем, как бы, если N четное, то мы можем взять G в степени N пополаму взвести в квадрат. Ну, конечно. Ну, бинарное разведение в степени. Это понятно, да. Иначе G в степени... Это то, как я в угле всегда в детстве разводил их. По модулям каких-то чисел. Я шел на лыжах и просто так, вот нечего делать там. Сколько будет? 37, 28, по модулям... Ну, то есть, на самом деле, тут под константой просто... Да, да, конечно. Это значительно, да. Ну, это, я думаю, все, да, понимают, что возвести в степень по модулю какого-то числа... Ну, тут не модуль, тут групповая операция. Здесь группа, это просто обобщение модулей на самом деле. Ну, конечно, обобщение модулей на самом деле. И, соответственно, вы возводите квадрат, четвертую степень, восьмую, потом-то вы можете подложить их между собой, будете любую степень. То есть, мы научились для порядка N равно P в степени альфа разводить, брать дискретный логарифм за O, альфа, корней из P. Точно. Ну, примерно, например. Да, логарифмическая O от альфа, корней из P. Хорошо. Логарифмическая O, большой, да. Вот, значит, ну, а теперь пусть порядок группы равен P1 в степени альфа 1, или, да, альфа K в степени альфа K. То есть, произвольный. Да, ну и мы научимся возводить за O от альфа K, ну, примерно, конечно, P, корень из P, K. Понятно, понятно. Сумма вот такая получится, да, что нужно написать. Значит, наша цель научиться... Сумма или произведение? Сумма. Сумма по I от 1 от K, альфа I от корней из P. На самом деле, в нотации оба примерные... Значит, упражнение читателям важное в нотации оба примерные это можно записать как корень из ПК, если ПК-то это наибольшее. Ну, потому что у нас здесь в сумме логанифмус слагаемых, каждый из них примерно равно... Я думаю, что это прямая сумма, да, соответствующая? Ну, да, это на самом деле прямая сумма, вот. Ладно, это оставляем, да, это примерно понятно. Это, ну да, то есть, если нам нужно G в степени х равно H, мы возводим все это в степень... Ну, понятно. ...Н делить на соответствующее простое число, да, например, я просто говорю, что мы как бы уже будем работать в группе G, N, делить на P, E, альфа I, да? Да. Вот, и в ней будем искать дискретный логарифм. Ну да. И далее мы, то есть, получается, мы найдем остаток H, по-моему, P, E, альфа I, вот, и по китайской диаметре обостатка... Да, 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 по китайской. Ну, вообще, слушай, в призвольной группе, да, нужно сказать, что она раскладывается в прямую сумму, поэтому так работает. Вот. Но, в случае, если это у вас мультипликативная группа, то она точно раскладывается в такую прямую сумму. Ну да, то есть... Слушай, это означает, что... Это означает, что, если вот ты знаешь вот это, N, то на самом деле это очень быстро раскладывается. Ну, если оно гладкое. То есть, если вот большое простодействие... Если это простое число, то нам ничего, ну, в смысле, этот метод никакого ускорения не дает. Вот. То есть, ну, вот тут еще раз все понятно, да? Отлично. Это называется, если вы хотите почитать, это называется Олиг Хелман Атак. Атак это, в смысле, Ева выиграла, да? Ну, да. А вообще, сам алгоритм объединенных ключей называется Диффи Хелман Key Exchange. Ага, это какая-то середина двадцатого, да? Кажется, что, ну, это середина, конец двадцатого, да. Ну, эллиптически был придуман в конце двадцатого. В конце двадцатого, да. Вот. А теперь мы как бы поясняем... Теперь мы уже перейдем на алгоритм. То есть, сейчас мы просто работаем с производной группой, рассчитываем какую-то вот схему обмена ключами, стойкость которой основывается на защите дискретного логолитма, да? Да. И его показать, что это работает зоопомерно от корня из максимального простого, который здесь есть. То есть, если у вас все максимальные простые на десять двадцатый, да, ну, то, мягко говоря, произошла катастрофа. И даже я более скажу, если нам нужно сделать куб взломов таких вот, да, если, вот помните, там была какая-то константа х в самом первом логолитме? Да. Вот если ее правильно подобрать, можно сделать так, не чтобы это было у корней Спакатова, а можно, короче, это все по корне завести. То есть, можно конвейер сделать, если там правильную константу будет. Вот. Ясно. А, ну и, кстати, сам первый алгоритм... А здесь двадцатый – это сегодняшний комплекс, да? Ну, корень здесь и в двадцатый – это где. Здесь и десятый все делается в лед, да? Ну, не в лед, ну, то есть тут же пример, тут логарифмические факторы, умножения всякие. А вот первый алгоритм называется baby step giant step algorithm. Ну, типа, мы сначала идем большими шагами, потом маленькими. Бэйби степ. Бэйби степ – джайн степ. А, джайн степ. Бэйби степ – джайн степ. Ну, то есть мы сначала идем гигантскими, типа, по корню, а потом просто на один приближаем. Да. Вот. Значит, это если вы хотите потом как-то почитать, слушайте, да? Вот. Теперь, собственно, поймем, какие группы вообще можно брать. И, значит, первое, что происходит в голову, что можно взять, ну, это, конечно, мультипликативная группа учета, да? Да. Ну… Патра сам умолен. Ха-ха-ха-ха. Да. И, то есть, понятно, как реализовывается алгоритм, вот операция умножения, то есть один человек возводит, возводит степень абсолютно так же, да? Я проверяю, что идет. Идет, хотя немножко стал менее… Ну, это явно. Вроде все идет, да. Все идет, да. То есть, понятно, что он работает, но мы ничего не можем сказать. Вообще, да, это вот это… Да, это вот это… Кладкость числа по минус 1. Нет, если по минус 1 равно 2, то это хорошо. Да. А вот сертифицировать то, что это равно 2 условия… Числа софишермен, по-моему, называется, да? Да. Ну, там… Она заказывала тебе херма при этих условиях. Там какие-то случаи. Ага. Вот, значит… Ну, если по минус 1 – 2, то что? Мы потом расскажем, как в случае фермертических кривых находить множители порядка 10 в 30. Поэтому, если по минус 1 оказалось гладким числом, во-первых, мы сможем его факторизовать. То есть, ну, нам же нужно знать разложение. Ну, да. Во-первых, мы сможем его факторизовать, потому что оно гладкое, да? Да. То есть, все простые… Гладкое – значит, что простые множители маленькие. Ну, то есть, z гладкое – все простые множители меньше 1 z. В теории чисел изучают гладкие, да? Вот, и… Получается, что мы сможем найти разложение, а потом сможем просто это использовать. То есть, если у вас оно оказалось достаточно гладким, это катастрофа, можно считать. То есть, это не столько сестра получается. Да, понятно. Порядок группы, вот такой, ну, достаточно неконтроливый. То есть, такие числа нужно заранее генерировать, и сертифицировать, ну, очень сложно гладкость числа. То есть, очень сложно поделить сертификат того, что число гладкое. Ну, то есть, если поимус 1 равно 2Q, то для того, чтобы отделить сертификат, нужно просто показать, что P простой, ну, сертификат простоты, и сертификат по простой высоты поимус 1 пополам. Да. Ну, таких чисел не очень много же. Их еще найти надо, как бы, большие. Ну, там, порядка 9, 40, а 8 бит, ну, это тоже сложная сдача. Но сертифицировать гладкость достаточно сложно. То есть, на основном, то, что система не стойкая, в общем случае, если мы возьмем какое-то, какое попало P. Так, и еще доказать, что то P, которое мы взяли, хорошее, очень сложно. То есть, для этого нужно разложить число на множители, да, а множители большие. То есть, такая большая проблема. Ну, и еще, значит, во всех этих алгоритмах, которые я сказал до этого, мы никак не пользуемся структурой группы вообще. То есть, пользуясь тем, что любая конечная группа это прямая сумма, да? Но... До этого. До этого. Но это верно для любой конечной группы все же. А, верно. Здесь, но здесь у нас есть какая-то структура, да, потому что это перемножение чисел по модулю. Конечно. То есть, помимо вот этой вот, той атаки, которая, как бы, верна для любой группы, у нас еще и структурная структурная атаки? А. Ну, я о них не знаю, но, собственно, они точно есть, да. Понятно. Так. То есть, брать флозвездочных, это такое себе такое. Ага. То есть, сейчас мы переходим к алиптическим клевымам. Да, сейчас мы переходим к алиптическим клевым. Вот. И вся суть в том, что... Вся суть того, что берем алиптическую клеву заключается в том, что, ну, во-первых, есть теорема Хасса, которую мы будем использовать, как бы, без доказательства, очевидно, что, ну, можно сказать, модуль E над FP. Это порядок группы точек над конечным полиом элементов. Да. Вот это вот довольно интересно. То есть, сколько вы ожидаете решений над FP в алиптической кривой? И, ну, самое главное, что существует... Оказывается, очень маленький диапазон. Он очень маленький. Он, во-первых, очень маленький. Примерно P. А, во-вторых, существует алгоритм, который позволяет за полимеральное время, как минимум, найти порядок группы точек на укомпектнозавленный период, да? Угу. Вот. И, как бы, люди подобрали криву, которая называется ED 25519. 25519, потому что она рассматривается по такому модулю. Простому. Что? Это простое число, да? Ну, да. А как вот проверяют простоту? Ну, проверка простоты... Как это возможно? Это жуткое совершенно число. Во-первых, есть, как бы, тест Миллера Рябина. Но он вероятность, он сертификат простоты не даст. Может быть... Он скажет, что число... То есть он скажет, что с вероятностью 1-1 гид на 2 в тысячное число простое. А-а-а. Но вероятность ошибки все еще остается. А я еще расскажу про сертификат простоты, который, опять же, с помощью лептических корилов заключается. Ну, то есть... Хорошо. Значит, в общем, установили. Люди каким-то образом... Нашли там какую-то корилу, да? Вот так. Она называется ED, потому что... Да, кстати, очень удобно записывать корилы в форме Эдвардса, да? Эта форма, которая... Х квадрат плюс Y квадрат равно 1 плюс D, X квадрат и Y квадрат. И здесь вот чему равно D? Не помню, там какое-то выражение национальное. Она изначально в форме Монтгоммера была записана, по-моему. Ага. Потому что для этой кориловой сложно генерировать корилу с точкой на ней случайно. А в форме B-штрасса, если у нас есть Y квадрат, но XQ получается плюс AX плюс B, то мы можем взять случайно X и Y и просто подобрать такое B, что равенство вербулу. Да. То есть мы... Подобрать кривую, да. Подобрать кривую, да. А тут это не совсем так. Да, не так просто. А на канале это справа вместо кубического вот этого многочлена, кубический многочлен без свободности. Да, но с квадратом. Но с квадратом. Она цена тем, что там как бы сложение очень легко записывается. Как сумма синусов, по сути. И на 1 плюс DX1, Y1, X2, Y2. Ну и тут, соответственно, такое же выражение, только X1, Y1 плюс X2, Y2. Возможно их поменять местами, да? Взять и еда. Их может быть надо поменять местами. Ну, ладно, да. Вот. Ну, то есть и тут такой знаменатель такой же, только смартфон. Такой знаменатель. Вот. И суть в том, это просто такой аппендикс. В том плане, что вот все эти рассуждения вы можете как и как в форме B-штрассе делать. Так и здесь. Это суть не меняет. Но, просто здесь, чтобы сложить две точки, вам нужно всего 6 умножений. Угу. Первое, чтобы сделать вот это. Второе, чтобы сделать вот это. Третий, чтобы сделать вот это. Так, получается, с таким огромным элементами, да? Да. Де огромное, да, здесь какое-то? Нет, здесь рациональное. Ну, в смысле, это шестизначное на пятизначное, по-моему. Ааа. В форме Эннерса. В форме Монтгомери там надо. И какое отношение это число имеет к этой кривой? Ну, просто у этой кривой порядок равен к этому числу. Порядок этой кривой над чем? Над вот полем, кстати, стольки элементов, то есть над вычетами по этому модулю. Над вычетами. То есть, если это обозначить за п, то порядок вот кольвой. Сейчас, то есть, вот подожди, вот берем п. Да. Порядок над этим п, простое число? Да, то есть нашли кольву, у которой порядок, простое число. Да, чего никогда не бывает GF со звездой. Да. Бывает полупростое, но там тоже атаки вот эти вот структуры. Ну, если 2ху, то не поможет, но 2ху и найти сможем с другой стороны. Но тут у нас, как бы, вообще, вот тот алгоритм просто становится бесполезным. Потому что порядок, простое число, никакого преимущества оно не дает. И более того, структурные атаки на это тоже очень сложны, потому что группа-то не совсем понятно, как устроена, да? То есть, это группа эллиптической кривой, сложно сделать тут структурную атаку. То есть, мало того, что порядок простой, это вообще ключевое, что порядок простой, да? Так у нас еще и структурные атаки сложно сделать. Да, да. А порядок... Так, сейчас, секунду. Значит, порядок простой. Эта же группа... Ну, это просто группа по сложению. Да, это ZB по сложению. Только записанная в очень сыремом виде и очень сложно. Да. То есть, тем самым у нее любой элемент образующий. Да. Ну, там есть базовая точка, выделенная какая-то, B, да? Которую все используют. Которую используют. Так. Хорошо. Ну, это, вот этот алгоритм. Это ZB, да? И именно с этой кривой, да, используется, то есть, elliptic curve, E, C, эллиптическая кривая. Обалдеть! Слушай, что ты говоришь? То есть, на самом деле, ничего сложного. Все основано на Абелевой группе, в которой берется G в степени A и G в степени B. Да, все основано. Только здесь эта Абелева группа эллиптическая кривая. Да. Она простая. Простой и у него вообще там все как бы... То есть, у нас нет атак, да, каких-то. У нас групповые методы не работают. То есть, они просто выдают корень SP, да? То есть, 128 бит здесь стойкость. Это потрясающе. И структурные атаки тоже достаточно сложные, потому что... Но кто-то может придумать, да? Как в какой-то момент, какой-то математик, на основе которой это будет взлом. Ну, может быть, но до сих пор нет. До сих пор еще это... Ни одной структурной атаки, по-моему, не было, которая хоть на что-то претендует. А-а-а. Солучай. Вот. Но есть одна проблема. Квантовым компьютерам, наверное, вообще все равно... Квантовый компьютер, ну, все равно какую группу, скажем так. Главное, чтобы она в квантовую раку превращалась. Ну, то есть, чтобы... Я не знаю, это достаточно сложно объяснить. Но, короче, для квантового компьютера неважно какую сложную группу. Он взломает это, да, Настя? Да. Но там нужен квантовый компьютер с большим количеством кубитов. Ну, то есть, это не скорая фигурь. Через 30, может быть. А-а-а. То есть, сейчас это... То есть, на обычном компьютере действительно стойкая задача достаточно. Офигеть. На квантовом нет. То есть, для квантового компьютера еще другое, можно сказать. Ну, там тоже есть алгоритмы, связанные с алютическими корилами. Правда, один из них был взломан на одноядерном обычном компьютере. То есть, это был главный претендент, и его просто взломали. А-а-а. 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 Очень интересно, слушай. Приоткрыл локошечко надо всем. Вот. Ну что же, слушай, спасибо огромное. Так, ну мы же еще... А-а-а. Ты еще... А-а-а. А-а-а. Мы же в частях хотели. Да, точно. Тогда, да. Тогда, значит, эту часть мы заканчиваем. Все зависит от смартфона. Все зависит от смартфона. Да. Друзья. Прошу любить и жаловать. Маткуть, пока. Да. Раз. Один, два. Все. Так, значит... Маткуть, привет вновь! Да. Да. И с нами снова Никифор. Снова, да. Да. Вот. И сейчас мы расскажем про разложение на множестве с помощью электрических крылых. Ну, без доказательств, понятно. Да. И про сертификат простоты. Вот. Ну, вообще, сначала... А что такое сертификат? А вот сейчас мы про это что-либо узнаем. Ты как раз все расскажешь, да? Да, вот. Итак. Пусть, если какая-то задача производная совершенно, вот мы ее решаем, да. Значит, что такое сертификат? Это то, что... Если не формально говорить, то это то, что позволяет быстро проверить ответ. А. Быстро, значит, за полиномальное время от размера входных данных. То есть и сам сертификат должен быть полиномального размера тоже. Например, мы хотим проверить, что в графе есть гамильтонов плюс, допустим, да. Но в качестве сертификата можно просто... Пределить путь, да? Цепочку, да, самую. Понятно, что он имеет размер N, то есть это полиномы входных данных, значит является сертификатом. Да. Вот он, сертификат. Это то, что я предъявляю и говорю, я прорешил задачу. Вот сертификат. Да. Но сертификат может быть... Неверно, да? Верно и неверно, да. Но сертификат может быть сложно находим. То есть сертификат не обязательно искать... Задача нахождения сертификата не обязательно должна решаться быстро. Ну вот это вот, например. Да. Тот сам пример, да? Да. То есть это НП-полная задача, так это называемая? Да. По-моему даже НП-трудная. НП-трудная, это более сильная. Более сильная, да. Ну у гамильтонов путь, да. Вот, в общем, значит, и... Ну вообще сходу не очень-то реально, почему у простого... Ну существует какой-то сертификат красоты. Он закроет дверь, и кран капает. Слышно. Сейчас я закрою дверь. Вот так. Так, значит... Почему существует сертификат красоты? Почему существует какой? Тут все заспойлерили такие ученые в 2007 году, я не помню, на том, что Тойзин зовут Аграмал, дальше там фамилии не помню. Сейчас, а что такое? Что такое сертификат простоты? То есть это что-то, что позволяет быстро понять число простое или нет. То есть какие-то дополнительные знания, какие-то... Ну то есть программа вычисления или нет? Вот я как-то пытаюсь понять. Ну вот... Сертификат это ты предъявил решение. Да. Я бы удивил что-то, почему можно понять быстро число простое или нет. А мы сейчас поймем на примере просто. Давай, давай. Но тут спойлер, значит, в 2007 году вышла сенсационная статья со званием Primes из ИНП, то есть задача Classic P. То есть люди научились детерминированно, безусловно, за приемлемое время проверять простоту. А это значит, что число со мной является сертификатом своей простоты. Это правда, да? Да, это правда, действительно. То есть там какой-то сложный алгоритм. И это ответ за, почему 2,256 и минус 19 простое, да? Ну в смысле, то есть можно с помощью этого алгоритма проверить. Но проблема в том, что он вообще непонимим на практике. Он очень... там логарифм в десятой степени, по-моему. Да, понятно. То есть это теоретический алгоритм, который показывает в частности, что число со мной является своим сертификатом. Но достаточно сложно. Но сейчас мы рассмотрим самый простой сертификат простоты. Значит, во-первых, воспользоваться таким утверждением, что первообразный корень, то есть то, что генерирует мультипликативную группу, существует только по модулям 2,4, p-вентой. И 2p-вентой. Да, это я помню. Это такая классическая теорема. Классическая теорема. Школьная достаточно вполне, да? Значит, во-первых, сразу это будет очень много дальше использоваться. Проверка, является ли n равно a в степени b. Aaron and Rosen, голова, по-моему, номер 2 или 4, я не помню точно. Проверка того, что n равно a в степени b, можно сделать за оба метра от 1. А если быть честным, то за лог квадрат от n умножения чисел порядка. Оба метра, это опять же log n филинг. Проверка, что число является точной степенью. Это можно сделать быстро. Проверка того, что число является какой-то точной степенью. За лог квадрат умножения. Делается с огромной скоростью, да? Лог квадрат умножений, то есть оба мерами 1. Как мы это делаем? Ну, понятно, что b может пробегать числа 2 и так далее целая часть логарифма двоичного n вниз. Это, подожди, это вот, ты, как бы, вот это до этого не относилась к кому-то сейчас, да? Это, до этого... Это просто целых числа, да? Это просто целых числа, да. Это вам потом понадобится, как сабрутина, скажем. Понятно, что b пробегает такие значения, но больше уж быть не может. Да. Давайте для каждого b отдельно будем проверять, является ли n. А, это будет двоичный. Да. Ну, понятно, да. Естественно, да. А мы знаем, что функция x в степени b, она монотомна, да? Вот так вот. Да? А это значит, что мы можем воспользоваться двоичным бинарным поиском абсолютно спокойно, да? То есть мы можем найти последнее такое целочисленное a, что a в степени b не повисходит n. Ну, как мы это делаем? Ну, мы сначала начинаем с отрезка 0n, ну, понятно, что n в степени b точно больше, чем n. Так, сейчас, значит, это вот, это у тебя... Все возможные b. Все возможные... И для каждого b мы будем независимо решать задачу. Зафиксируем b и будем независимо... Зафиксируем b и решаем задачу, верно ли, что a существует... А существует... А существует... Да, но мы это будем делать двоичным поиском, потому что функция монотомна. То есть мы начнем с отрезка 0n. Далее тыкнем в середину. Спросим, n пополам в степени v больше n или меньше? Если вдруг... Если больше... Да, прияльно. Все, прияльно, да. Ну, и так далее. В двоичный поиск... Выброска. Быстренько все это вычислили. Ну, то есть это еще один логарифм. То есть у нас логарифм квадрат умножения просто. Да, это очевидно. Это ну... Ну, я думаю, что можно было догадаться, что это действительно очень быстрая задача. Это... Так, хорошо. Ну, как можно догадаться? Это нужно, чтобы отсеять ровно вот эти сущие. Значит... Сейчас, а это... Как это? Я вот пока не понял связь вот этого сущего. А мы можем... Мы должны проверить, является число точной степенью простого. А-а-а! Значит, тогда к сертификатам простоты числа P будет... Во-первых, разложение P-1 на множители какие-то, P-1 степень альфа-1 и так далее, P-1 степень альфа-1 и так далее, P-1 степень альфа-1. Ну, и их сертификаты простоты тоже. То есть это рекурсивный сертификат. То есть сертификат простоты числа P состоит из вот этих сертификатов. Угу. Вот. И еще мы должны найти такое G, что G первообразный коин. А как понять, что G первообразный коин? Это значит, что G в степени P-1 делить на P и T не равно единице. Видно, какого P и T. Совершенно верно. И нам же... Это мы разбирали на канале. Если что, это разбиралось в четыре... У меня были четыре лекции, которые назывались конечные поля. Ну... Вот. И там это очень внимательно разбиралось. Вот. И то есть мы сначала... Пусть нам предъявили такой сертификат G, разложение и P. Мы сначала проверяем, что P не является точной степенью простого или 2 умножить на точную степень простого. Да. А потом проверяем, что G в степени P-1 делить на P и T не равно единице. Ой, как красиво. И тогда проверяем. И все, что ли, да? Ну, формально нам нужно еще показать, что он имеет премиальный размер. Потому что вместе с сертификатом P мы еще прикладываем сертификат P-1 и так далее P в капли. То есть у нас как бы такое дерево получается. Ну, в общем, нетрудно показать, что его глубина как бы логарифм. Ну, каждый раз он в два раза уменьшается. Угу. И то есть у нас логарифм глубина, в общем, оно действительно имеет премиальный размер. То есть так, значит, по сути, что я делаю? Я беру P. Я беру, предъявляю его разложения на простые. Почему простые? Сертификат этих же простых. Рекурсивно. Да. Предъявляю первообразный. Предъявляю первообразный корень. И что легко проверить. Да, легко проверить, потому что их мало. Взведение в степени это быстро. Простых здесь логарифм. Раз есть первообразный корень, то это, соответственно, простое число. Ну, то, что не степень, можно проверить. То, что не степень. Ну, и два, и четыре. Ну, и глубина дерева у нас логарифм. n, да. На каждом, на катом уровне у нас k логарифм m вершин. Ну, можно дальше проверить. То есть у нас, как бы, log в кубе m вершин дерева. И в каждой из них сертификат, как бы, проверяется, ну, достаточно быстро. Там, за какую-то степень. Ну, нет, да. Очевидно, что это. В общем, понятно, что это полиномка. Понятно, что быстро, да. Но вот искать такой сертификат, как бы, совершенно недориально. И, как бы, самая недориальная задача в поиске этого сертификата, это разложение до множки, естественно. Ну, да. Прямообразный корень, значит, ну, мы знаем, что прямообразных корней в сфер по минус один. Его методом тыка, обычно. Его методом тыка, да. Ну, эта штука у нас точно, вероятность победы у нас, типа, один литр на ООП, хотя бы. То есть, на самом деле, множество нам быстро повезет, и мы найдем первообразное, и это будет просто. Да, но вот разложение может не повезти. Да. Но, опять же, мы там покажем, если число гладкое, то есть, если ПК-то меньше, маленькое достаточно, то мы сможем найти разложение. Но если не повезет, то, значит, мы не сможем найти какой-то сертификат. Потому что, ну, если П-1, это два куба, тогда, ну, поражение сложно, да. То есть, мы просто показали, что существует какой-то сертификат простоты. Да. Все-таки, что как-то можно показать простоту числа. Вот. А теперь мы возьмем чуть более умный сертификат. Ну, то есть, идея такая, это не гарантировано, но большая часть чисел окажутся простыми довольно за короткое время. Да. Все. Теперь ты хочешь показать, как раскладываться на множестве, правильно? Ну, не как раскладываться, а чтобы показать, ну, этот сертификат просто сложно найти. Угу. А есть более практический сертификат. Использующий эллиптический колюнер. О. Вот. Но, для начала мы разберем метод Миллера-Рабина, проверки на простоту. Точнее, как, мы не разберем. Мы скажем, что существует черный ящик, который с вероятностью 1,2 может проверить число на простоту. То есть, точнее, он либо выводит, что число точно составное, либо... Либо ХЗ. Либо ХЗ, но с вероятностью 1,2 ХЗ. Ага. Вот. Тест... И что, можно повторять много раз его, да? Да, да. Да. Тест очень простой. Там, по-моему, используется то, что мы вот... А берем А в 7,5-1, ну понятно, равно 1. Берем А в 7,5-1 плавно, но если оно не равно плюс-минус-1, то число точно составное, да? Ну, потому что... Конечно, да. Далее берем... Далее берем... Если А в 7,5-1, это поражение, надо взять другое А. А если А в 7,5-1, то берем А в 7,5-1, делить 4 и так далее. То есть, мы ищем, когда нарушаются условия, то, что у квадратичного члена два корня. Берем случайно А и ищем... И число А называется свидетелем простоты. Если числа Н, если А в степени по минус-1, делить на... Сначала оно 1, то есть в 7,5-1, оно 1. В 7,5-1, оно тоже 1. Да. Потом оно становится... А потом оно становится минус-1. Или оно всегда один вообще. То есть, когда ключевое условие то, что x в квадрате равно 1, следует на x равно плюс-минус-1, не нарушается. Тогда А считается свидетелем простоты. И вот есть теорема, которая говорит, что... Да, на глубине до минус-1, а дальше уже нет смысла. То есть, если у нас, например, А в степени по минус-1 пополам равно минус-1, то А является свидетелем простоты. Если оно 1,1, минус-1, то тоже является свидетелем простоты. А вот если оно 1,1,1... Или там 58... Да, то есть, это не свидетелем простоты. Есть такая средняя... Ну, то есть, вообще недориальная теорема о том, что у... Ну, доказательства вполне осязаемы, но достаточно долго. То есть, ну, то есть, минут 20, сколько мы мы упрали. Да. То есть, что у нечетного числа не более чем n пополам свидетелей простоты. Ну, это авкреация писала алгалитм, как бы, да, который... Да. Это промышленный тест, который позволяется k... Получается... К... Нечетного числа в смысле непростого. Да. За k, например, log-cub... Да, нечетного числа в смысле непростого, да. Значит, за k log-cub получить, что число простое с вероятностью 1,2 в капли. Но никакой сертификат это, понятное дело, не даст. Да. То есть, мы 1 минус 1,2 в капли. То есть, вероятность ошибки вот такой. Да, да, да. То есть, сертификат это не даст, но... Так, log-cub... Ну, log-cub это от того, что нужно в сеть не возводить там. Ага. Ну, тут еще одна штука, понятное дело, от умножения. То есть, ну, очень быстро... Очень промышленный метод прям, да, но сертификат не дает. Не сертификат, но как бы с очень большей вероятностью. Да, ну вот. Но мы будем использовать этот метод в качестве... Мы будем его использовать для нахождения сертификата. Так. Сейчас поймем зачем. То есть, казалось бы. То есть, нам нужно как-то превратить... Значит, есть две концепции. Работает некорректно, но с какой-то вероятностью работает некорректно, и с какой-то вероятностью работает долго. Да. Мы хотим превратить концепцию с какой-то вероятностью работает некорректно, в концепцию с какой-то вероятностью работает долго. Но зато всегда корректно. Тут это непонятно, как это делать с одним алгоритмом. Он всегда, он никак не может гарантировать, что число просто F. А сейчас мы научимся. Значит, пусть на число F мы будем сертифицировать его просто F. Значит, подтверждается, что если мы найдем эллиптическую кольву E, ну, на C, P, Z, которую мы пока что еще не знаем, в поле или нет. То есть, формально, наверное, не очень хорошо так говорить, но то есть, вот, кривая E на C, P, Z. Эллиптическая кривая, найдем куда точку B, какое-то число K, какое-то число, простое число Q, которое там больше M, C, ни одной и второй. Так, сейчас, это что? Это B, какая-то точка на эллиптический кривой. Так. К это просто целое число. Целое число. Q это простое число. простое. Q простое. Больше, чем корень из N, да? Там, на самом деле, больше, чем корень из N, плюс 2M сегодня на четвертое. Ну, нет. Это мы потом поймем, да. Так. И вдруг так оказалось, что... Если мы взяли, да, вот такие вот... Вдруг оказалось, что K на B не равно бесконечности, а вот K Q на B уже равно бесконечности. Ну, тогда выражается, что число гарантированно простое. Почему? Ну, потому что... Сейчас, подожди. Давай. Сейчас, значит, и так. И так, еще все вычисления у нас корректно проделались. Потому что в элитическом бою у нас есть деление, как бы, и мы вдруг можем поделить на что-то невзаимно простое с N. Но если у нас все вычисления проделались корректно, KB оказалось неравным бесконечности... Ну, то есть, вот, например, мы хотим сертифицировать простоту числа 179, но простое, ладно, 57, да? Нас попросили бы делить на 19. Ну, тогда отсчитывают, что все плохо. Ну, да. Вот. То есть, нас нигде не просили делить на число... Нас просили либо на 0, либо на... Не делить имя нуля, да? А где, нет, подожди, где делить-то? Подожди. Ну, мы же складываем точку, а там нужно делить. А-а-а-а. На разных координат по именкам нужно делить. Деление происходит при сложении точек. Да, при сложении точек. Вот, наверное. Так, 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 так. Так, сейчас, сейчас я буду врубаться. Сейчас проверю, что запись идет. И буду врубаться. Значит, все-таки, что происходит? Значит, у меня есть точка любая на алипетической клевой, правильно? Да, сейчас просто можно концепт сказать, что как мы складываем на алипетической клевой по неосставному модулю. Мы делаем, собственно, те же самые действия. Просто если в какой-то момент... Нас могут попросить разделить на ноль. А, то есть, если нас... Не по неосставному, а по составному. По составному. Если нас просят разделить на ноль, то окей, мы говорим, что это бесконечность. Потому что так и должно быть. А вот если нас просят разделить на то, что не ноль, И на то, на что нельзя поделить, то мы просто увидим, что число составное и все. Это дальше еще будет использоваться в разложении на множители. А, то есть если вдруг обнаружилось что-то, что мы не смогли сложить точку с собой, то число n составное. Но тут оно не должно обнаружиться, то есть тут все корректно должно пройти. И должно получиться, что k на b не равно бесконечности, а k q на b уже равно бесконечности. Так, сейчас из этого... А сейчас надо подъяснить. Посмотрим на порядок b. Порядок b, а значит вот d. То есть b в степени... dv равно b. И это значит, что q у нас делит d, потому что у нас как бы из этих двух равенств. Да. q у нас делит d. Конечно. Вот, но пусть у нас n, оно типа b1 в степени альфа 1, и b2 в степени альфа 2, и еще что-то. Рассмотрим наименьшее из них, по 1. По 1 точке меньше корректно. Сейчас, q делит... Вот сейчас, q делит порядок все-таки... q делит порядок точки b. Не точки kb, как b. Нет, порядок точки b именно. Потому что порядок точки b... Потому что порядок точки b делит q, понятное дело. Ну да. Вот. Если бы он не делил q, то тогда у нас бы он делил k, потому что q простое число. Ну и q у нас подразумевается маленьким. То есть k точно не может делиться на q. k не может делиться на q, да? Да, ну а потому что q большое слишком. Ну довольно большое, да. Вот. Так, то есть теперь, да, теперь у тебя порядок, значит, q делит d... Сейчас, только подожди. Ну наоборот, да? Нет. q делит d. Что ж такое? q делит d. Что-то я... d делит k на q. Что-то я... Если это не верно, то d делит k. А, ой, d делит k на q. И если q не делит d, то d делит k, то что они взаимно просто... Да, вот. А d делить k не может, потому что k малень. То есть это просто теоретико-групповое рассуждение. То есть тут даже можно не знать, что такое энергетическая галевая, но просто у нас есть группа, и kb не равно нулю, а q на b уже равно нулю. Да. Порядок элементов точно делит k на q, потому что... Ну понятно, почему. Вот. А если бы он... Если бы d не делилось на q, то k делилось бы на d, потому что k и q взаимно просто. Да. Вот. Значит, q делит d. А k не делится на d, потому что не равно нулю. Да, хорошо. Утверждается, что если мы нашли такие k, q, то есть мы должны еще в курсивных сертификат q перекладывать опять. Да. И нашли b, ну то есть вот k в, да, точки, то это является сертификатом простоты. Почему? Да, почему? То есть мы можем противное. Вот n равно b1 степени альфа 1, b2 степени альфа 2. Ну и еще что-то. И еще что-то. И b1 меньше корня z. Тогда мы говорим, что по сути мы работаем на двух, ну по сути мы можем сказать, что мы работаем на кривой в поле fp1. То есть если мы рассмотрим, в смысле остатки этих точек модуля p1, по сути мы работаем на этой кривой. Ну да. И получилось так, что порядок как точки b на этой кривой делится на какое-то простое число q, которое больше, чем n степени 1 вторая. плюс 2 степени альфа 1 четвертая. Это противоречит теореме Хосе, потому что у нас как бы порядок... Сейчас еще раз надо выписать. Тяжело, да. Сейчас. Тяжело, тяжело. Сейчас я проверю. Вот u. Давайте запишем больше, чем n степени альфа 1 четвертая плюс 1 в квадрате. Вот так. Значит, вот мы взяли q, взяли точку, взяли, вот так получилось. Значит, если так получилось. Значит, теорема Хосе, что она утверждает? Что порядок точки на альфа 1 по модулю p1, он лежит в пределах от p... Ну, он точно... Порядок группы альфа 1 точно не превосходит в p1 плюс 2 корни из p1. Вот. Да. Но порядок точки в этой группе как-то оказался равен простому числу q, которое явно строго больше, чем вот это. А, порядок... И это невозможно. Это уже... Это же порядок, да? Порядок... Значит, по теореме Лавянжи, порядок климента делит порядок группы. Да. Но порядок климента оказался простым числом, которое строго больше, чем порядок группы. А если это... Ну, я уже забыл. Вы видели, что оно порядок или оно делит порядок? 9. То есть порядок... Q делит порядок. То есть порядок делится на Q. То есть... D больше, чем p1 плюс 2 корни из p1. Это невозможно. А есть теорема, которая говорит, что порядок как бы... Да. Если мы посмотрим на советую модуль p1, то уже будет полноценная электрическая коневая с полноценной групповой структурой, да? То есть по модулю n это вообще не поле, а модуль p1 это поле с полноценной групповой структурой. И получается противоречие. Получается противоречие, да. То есть это сертификат простоты. Это сертификат простоты. Так. Сейчас. Значит, и так. Я работал над непонятно чем. Полем-неполем. Образил электрическую кривую. Начал выполнять вот эти действия, которые приводят к сажению точек. И обнаружил вот такую ситуацию для некоторого простого кока. Да. Большого. Большое, но не безумно большое. Но не безумно большое. Да. Значит, я обнаружил такую ситуацию для какого-то простого кока. Да. И я утверждаю теперь, что M простое. Все. Да. Потому что если бы он не был простым, то мы рассмотрели все по модулю P1 меньше чем Q и M. Меньше порядка. Противоречие с порядком 2. С порядком этого элемента B. А с верхним с порядком 2. Обалдеть. Обалдеть. Парадом меньше чем это, а Q у нас больше. Вот это да. То есть осталось только найти вот это Q. Да. Ну вообще осталось предъявить его сертификат простоты. Да. Осталось вот это так же. И найти Q. Это дальше. Ну вот генерация случайного простого мы это оставим за скобкой. Да. Ну как бы есть теорема, что мера множества чисел, у которых расстояние до следующего простого сильно больше, чем уголитм в квадрате, равна нулю. Ага. То есть то, что мы пойдем... Почти сразу найдется. Да. То есть мы... Алголитм такой. Мы просто прибавляем единичку, пока не простой. А если вдруг долго не нашлось, то начинаем замок. Это доказуемо быстро. Отлично. Вот. И далее мы вот нашли какой-то Q, который типа кандидат на простое. Но мы Q будем проверять тестом Миллера-Раббина. А. Чтобы, если что, зайти в ненужную ветку с маленькой вероятностью. Да, понятно. То есть мы превратили концепт с какой-то вероятностью работает некорректно в концепт с какой-то вероятностью работает долго. Угу. Угу. То есть просто может быть, что Миллера-Раббин даст здесь непростоту, тогда мы... Тогда мы не будем искать в него сертификат. Угу. Потому что это невозможно. Угу. А тогда мы просто перейдем дальше. Да, понятно. То есть мы будем искать сертификат для того, для чего невозможно найти с очень маленькой вероятностью. Да, понятно, понятно. Вот. Это... Это да. Вы... Друзья, добро пожаловать в эту самую теорию сложности вычислений, да? По сути. В алгоритмы, да. В алгоритмы. В доказательство простоты такое. Это... Ну, на практике я... Я, честно, даже не помню асинтотику, с какой-то... Да, волгодин. Но на практике это используется, да. То есть вот способ доказать, что число простое. А. Кондируем. Офигеть. Офигеть. Очень круто. Да. Супер. Спасибо. Приходи. А тут еще будет факторизация. А, сейчас еще? Да, факторизация. А, так ее еще нет. Факторизации еще нет. О, тогда продолжаем. Тогда круто. Там идет запись. Идет-идет. Идет запись, да. Так, то есть факторизация... Факторизация. Но она будет использовать такой же концепт, на самом деле. Да. Ну, вот у нас есть число N, которое мы хотим факторизовать. Да. Есть, как бы, ну, Z, B, Z, да. Да. Мы можем сгенерировать случайно лептическую криву в форме Вершкраса, да? Так. Y квадратный, ну, так же, как мы тогда делали. Мы, типа, случайно выбираем X и Y. И далее просто выбираем такое B, чтобы это уравнение выполнялось. Да, конечно. Далее, что у нас, как бы, происходит. Вот мы взяли кривую точку на ней. Да. Далее мы берем какое-то маленькое, но содержащее все простые число. Например, ну, допустим, скажем, 100 факториалов. Да? Да. И смотрим на 100 факториалов B. Так. Это можно быстро вычлить, потому что логарифм ста факториалов не очень большой. По формуле стирлинга это, типа, 100 логарифма ста. Вот. Ну, можно там взять, например, ну, параметры нужно направить. Это ты берешь по модулю N или нет? По модулю N, да. По модулю N мы вычитаем 100 факториалов умножить на B. 100 факториалов на B, моду N. Дальше, да. Заметим, что у нас может произойти. В какой-то момент у нас может получиться так, что мы делим на что-то, что не взаимно просто с N. Но не делится на B. Мы же произведение просто берем. Ну, 100 факториал B это... Ой, господи. Не то. Это B, это точка. Мы берем точку случайную. А-а-а. Да. Мы берем случайную точку на аэритической кривой. То есть мы сначала генерируем точку, а потом берем ее кривую. Да-да-да. Берем точку и делаем B таким, чтобы точка стала аэритическая кривую. Так. Дальше мы берем 100 факториала P. Да. По модулю N. По модулю N. То есть рассматриваем кривую вот здесь. Вот как? Ну, это как бы кривая? Кривая, да. Ну, мы просто берем и делаем эти вычисления, да? Так. Вот. Значит, что может произойти? Ну, если нас просят разделить на… Если по модулю N нас просят разделить на ноль, опять же, мы говорим, что это бесконечность. Если нас просят по модулю N разделить на какое-то U, которое не взаимно просто с N, то есть U N больше единицы, то мы, по идее, должны загрузить, потому что у нас сложение не сработало, да? Да. Ну, мы должны радоваться, потому что мы нашли делитель. Мы нашли делитель, да. То есть либо у нас… То есть либо сложение… А, шикарно, да. Все, мы нашли делитель. Вот тут вылез. То есть в процессе сложения точек в огромном количестве, да? Да. А почему именно стоп-катериал? Мне нужно, чтобы все простые тут были, да? Да. Вот, значит… А-а-а! Ты возьмешь, чтобы в какой-то момент это будет связано с тем простым, да, который… Порядок группы, да. Порядок группы. Вот очень кратко о том, значит, ну, порядок, полное доказательство есть в оригинальной статистике… Ну, как, доказательство по модулю гипотезы о том, что в интервале вот этом вот Хосе есть гладкие числа. Вот. Ну, доказательства в своем династии Ленстре, но очень сложные достаточно. То есть там 18 страниц и сложная теория. Да-а-а-а-а, но интуитивно, то есть… Ну, то есть… Выполняешь сложение точек, и если ничего не выходит, то это значит, что ты уже нашел простой деятель. Да. В общем, как это работает? А, ну, и дальше… Снова, пусть у нас R это P1 в степени альфа 1, P2 в степени альфа 2, да? Ну, да. Тогда мы опять же можем снова считать, что мы работаем на двух кривых параллельно, типа. Да. Кривой P1 и группой P2. Итак, кстати, тут снова нужно проверить, что число не является точной степенью. Да-а-а-а. Потому что если оно является точной степенью, там на самом деле может случиться что-то ужасное, потому что у нас только одна кривая будет. Если мы проверяем, что число является точной степенью еще изначально. Так. Ну, это понятно, да? Вот. И P1, P2 у нас. То есть у нас есть две кривые, одна по модулю P1, то есть E1 это по модулю P1 и E2 это по модулю P2. Так. И мы, что происходит, что у нас, когда у нас вычисления ломаются? То есть когда у нас просто разделить на что-то, на что делить нельзя. Когда порядок точки KP равно бесконечности здесь, вот здесь, но KP не равно бесконечности тут. Почему тогда что-то ломается? А потому что у нас здесь эта точка бесконечность, то То есть нам нужно разделить на 0 по модулю P1. 0 и на 0 по модулю P2. Так, и это значит? Это значит, что если мы будем вычислять эту штуку в z по nz, то у нас всё сломается. А, это просто объясняешь, когда это ломается. Да, да, да. То есть ломается тогда на одной кольвой, которая к модулю P1, это бесконечно. Всё, да. А на другой не бесконечно. То есть интуитивно как бы в этом интервале HSE, если мы берём случайную кольву, то всё вкратце доказать устройство на том, что если мы берём в интервале HSE... Что такое интервал HSE? Ну, в смысле, это в теореме HSE, что порядок группы... P1, да, 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 да. В интервале HSE это между... То есть все возможные порядки группы точек на ломтической группе. Да, плюс 1 плюс 2 по уровню HSE плюс 1. Да. И мы говорим, что тут... Там аккуратно подсчитывается количество ломтических кривых по модулю P. Аккуратно подсчитывается, сколько из них имеют какой порядок. Ну, там оценки делаются. И потом смотрят на гладкие числа. То есть доказательства используют гипотезу о том, что... Здесь есть гладкие числа достаточно. То есть у которых есть маленькие простые делители. Да. То есть такое не совсем безусловно. Вот. Но, если предположить о том, что... Предположить недоказанную гипотезу, мы вполне интуитивно верны. То получится, что мы ищем, значит, наименьший простой делитель за оба мерна от E в степени корень из двух LNN, LN, LN, LN. Это видно сразу как-то или это так получается? Это так получается. Это не видно сразу. Это нужно очень хорошо показать. Я понял. Я понял. Ну, вот если у нас N порядка десяти... Ну, то есть не N, а наименьшего простого P. Да. То есть он зависит от наименьшего простого. От наименьшего простого, да. Который здесь содержится. Вот. И, то есть если подставить P, ну, там примерно 10 в 30, да. Угу. Ну, LN, P чему равен? Ну, там примерно 80, да. Ну, да. 80. LN, LN, P там вообще 6. То есть это там будет что-то E в... Корень из 500. 25. Ну, 25, да. Миллиард. Ну, это вполне себе, да. То есть... То есть эта простота проверяет за миллиард? У нее простота раскладывается в плане. Раскладывается. То есть мы можем найти множитель порядка десяти в тридцатой за быстро достаточно. Да. Ну, там, понятно, есть еще какая-то константа от умножений, там, от еще чего-то. Ну, да. В значении константов... То есть вот такие числа разбиваются. Ну, то есть не разбиваются, а находятся маленькие простые такие. Большие, там уже нужно что-то покрытие, да. Вот. Ну, то есть, опять же, вот возвращаясь к тому сюжету с этим, с обменом ключей, если у нас P-1 гладкая, то мы вот этим алгоритмом вполне вместе сможем найти все его множители десяти в тридцатой. Офигеть. Да. И еще, кстати, замечание по поводу этой функции. Понятно, что она растет быстрей, чем любой логарифм, но медленнее, чем любая экспонента. Вот. То есть это субэкспоненциальный логарифм. Быстрее, чем любая степень. Быстрее, чем любая степень логарифма, да. То есть, понятно. Так. И медленнее, чем любая экспонента. Ну, честная в смысле. Честный экспонент, да. Част. Нет, O от корней из логарифм P, ну, по сути, из логарифм N, да, как бы. Нет, а если подставить P равное N в степени 1 вторая, то получится просто E в степени 1 вторая на корень из LN. То есть, в общем случае, если мы называем, что меньше простой делитель имеет порядок корня, то получится E в степени 2, корень из LN, 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 LN. И LN, LN, да. Ну, это в общем случае. А если маленький простой, то будет не простой. Ну, да. Ну, то есть, как бы. То есть, не 2 здесь. Да? Значит, да. Если бы стояло просто LN, то это был бы N в какой-то растущей степени. То есть, быстрее, чем все растущие. А с корнем это получается. Ну, то есть, если мы возьмем N в степени C. Да. И прологарифмируем это все. У нас получится здесь, как бы, корень. Два корня из логарифма там. А здесь будет, как бы, C логарифм. C логарифм, да. То есть, логарифм растет в констант... Логарифм растет медленнее. Да. Причем в степени раз. Значит, это экспоненциально меньше. Ну, в общем, да. То есть, это между экспонентами и логарифмами. Ну, в смысле между степенью, да? Ну, то есть, степенент это экспонентом, потому что размер входных данных у нас логарифм. Размер входных логарифм. Все понятно. Да. То есть, поэтому... Ну, да. Угу. Такой вот алгоритм, который на практике используется, да? На практике. Это очень практично, но очень сложно доказываться. Но очень легко реализуется. То есть, если вы вывели формулу по верши разу, вы уже можете это написать. Офигеть. Офигеть. Да. Вот такой у нас был. Такой. То есть, если подытожить, что мы научились делать? Что? Мы научились... Ну, во-первых, мы научились с помощью лептических кривых сертифицировать простоту числа П. Да. Ну, достаточно быстро на практике работы. Научились расклад... Находить простые множители, ну, порядка 10 в 30-й. Да. Вот. Да. И... Прорядка 10 в 30-й. И раскладывать. Ну, не совсем раскладывать. То есть, находить маленькие простые делители. Ну, да. Маленькие. 10 в 30-й. 10 в 30-й, ну, среднего размера, скажем так. То есть, маленького мы просто найдем перебором, а такого найдем вот этим. Такого таким образом. Да. Ну, вообще круто, на самом деле, да. Вот она алгоритмическая наука, да? Которая... Которая использует хорошую алгебрическую геометру и прям такую. Серьезно, да. Серьезно. Всего эллиптических кривых. Вот так прошу любить и жаловать. Никифор, а ты еще заходи. Да. Спасибо огромное. Да, спасибо. Маткульт пока. На этот раз уже точно маткульт пока. Да, маткульт пока. В следующий раз будем записываться. Мы здесь все установим. Там доски всякие, свет будет, камеры. Вот. А пока просто на любительском смартфончике. Но все равно... Все видно, все круто. Да. До новых встреч. Да. Отлично. Все. Отлично.